Валерий Седов Валерий Седов Улица Трудовая в приятном ожидании. Живой изгородью эти аккуратно сложенные стебли кустарника станут только весной. В сквере их будет 150. Озеленение не оставило равнодушным и вот этого человека с остановки. Он сам вызвался помочь и принялся активно орудовать лопатой, а затем еще и поливать водой. Я провелся в деревне, это все мое. Я просто хотел принять участие, хотя бы посадите одно дерево, чтобы принять участие в озеленении города. Я люблю Рязань, очень люблю Рязань. Спирея и Валисная – один из самых популярных вариантов создания так называемой живой изгороди. Считается самым экологичным. Высота куста обычно не превышает полтора метра, но в этом сквере ограду будут еще подравнивать весной. У нас продолжаются работы по благоустройству скверов. В настоящее время мы сажаем живую изгородь в сквере на улице Трудовой. Живая изгородь у нас из спирея. Спирея отличается своей густотой, своим ярким и продолжительным цветением. Также оно неприхотливо в плане погодных условий, грунта, полива и других особенностей. На улице Трудовой дальнейшее озеленение не завершится. Так называемый месячник в дирекции благоустройства только стартовал. На очереди улицы Грибоедова, Великаново, Семинарская и Первомайский проспект. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 октября Минэкономразвитие отменило соглашение с производителями подсолнечного масла о фиксации цен. Напомню, подорожавшее на фоне ослабления рубля и неурожая подсолнуха масла в магазине было запрещено продавать дороже 110 рублей за литр. Но теперь, по мнению властей, строгий контроль не понадобится. Во-первых, урожай масличных в этом году выдался рекордным. А во-вторых, в России введены новые пошлины на экспорт масла и семечек. Поэтому вроде как цена должна даже стать ниже. Об остальных изменениях октября Герман Гущин. В октябре истекает срок, в который родители детей школьного возраста могут подать заявление на получение единоразовой выплаты в 10 тысяч рублей. Сделать это можно до конца месяца. Необходимо будет заполнить специальную электронную форму на портале госуслуг, либо в отделении Пенсионного фонда России. Срок подачи заявлений истекает 1 ноября. Тем временем военных и сотрудников силовых структур ждет индексация зарплат. Оклады российских армейцев, в том числе и срочников, с начала месяца повысится почти на 4%. Повышение также коснется сотрудников других силовых структур, в том числе Росгвардию, полицейских, пожарных и работников СИН. В середине месяца стартует всероссийская перепись населения. Из-за пандемии ее отложили на год. Последний раз нас переписывали в 2010-м, должны были посчитать прошлой осенью, но не сложилось. Сначала сроки были сдвинуты на весну 2021-го, затем на август, а позднее на октябрь этого года. Как предполагается, в переписи примет участие около 300 тысяч волонтеров. Кроме того, сообщить необходимые данные о себе можно будет и на сайте госуслуг, не дожидаясь, пока вам позвонят в дверь. Еще одно октябрьское новшество. Прививки из национального календаря можно будет бесплатно сделать в некоторых частных клиниках. Соответствующий закон был принят в июле этого года. Новые правила распространяются только на негосударственные медучреждения, которые работают в системе обязательного медицинского страхования ОМС. Средства на них предусмотрены федеральным бюджетом. В национальный календарь прививок включены прививки от кори, краснухи, ветряной оспы, дифтерии гриппа, туберкулеза и других заболеваний. Герман Гущин, телекомпания, город. Технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Притом не только в сфере развлечений, но и услуг. Так и в управлении Федеральной службы судебных приставов появился цифровой помощник. Теперь голосовой помощник есть и у службы судебных приставов. Зовут его Макс. Появился он совсем недавно. Даже больше. У ФССП первое ведомство, на котором Минцифры России опробируют пилот по информированию населения. Министерство цифрового развития совместно с Центральным аппаратом Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации запустили в работу на сервисе государственных услуг электронный помощник Макс. С его посредством граждане смогут ознакомиться с имеющимися задолженностями, посмотреть информацию о имеющихся документах, а также погасить задолженности, не прибегая к услугам банка, воспользовавшись электронным терминалом погашения платежей. Считается, что цифровой помощник повысит качество обслуживания пользователей и снимет лишнюю нагрузку с ведомств. Функций в будущем будет больше. Например, если диалог с роботом не складывается, то искусственный интеллект сможет вызвать на помощь реального оператора. Сейчас цифровым помощником пользуется не каждый. В ведомстве посчитали, что на Макса приходится лишь пятая часть всех консультаций. Пока что он работает в бета-режиме. А в ведомство легко дозвониться и по телефону доверия 294700. В беседе можно получить контактную информацию, узнать о наличии или отсутствии задолженности и порядке ее погашения. Проконсультироваться по вопросам снятия ареста с банковского счета. Узнать про запрет на регистрационные действия имущества и ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям неделя. Ситуация, когда соседи делают помойку из собственной квартиры, вываливая часть хлама в общий тамбур, к сожалению, сегодня не редкость. Один из рязанцев на радиозаводской так и поступил. В нарушении всех санитарных норм. А когда наша съемочная группа начала задавать неприятные вопросы, набросился на нее с кулаками. Синдром Плюшкина – это нарушение поведения, связанное с собиранием большого количества ненужных вещей. На улице радиозаводской, дом 11, дробь 27, дошло до того, что местный домовой мусор из своей переполненной квартиры вывалил прямо в тамбур. От пола до потолка. Соседи ужаснулись. Смотрите, там же валяются шкурки от яблок, слива валяется или косточки от чего-то. Вчера эта коробка вообще упала. Полная антисанитария. Пакеты все вообще, я не знаю, откуда эти приносятся. То есть, вы посмотрите на пол. Здесь всегда был чистый пол. То есть, мы все мыли, все убирали. Здесь же невозможно вообще пройти. Вы понюхайте, как от него пахнет. И он спит около родительской квартиры. Ему спать негде. У него вход в квартиру заложен. Он спит на коврике рядом с квартирой моих, то есть, с квартирой родителей. Ситуация усугубляется с каждым днем. От мусора развелась мошкара и тараканы. Родственница жильцов, которые каждый день отодвигают мусор от своей квартиры, рассказала, как она приходит к родным. У нас дети. У меня дети все лето здесь были. И вот они заходят, и я боюсь, что проходя, они, ну ладно, там они пнут эту какую-то бутылку, но это сыпется на них, это страшно. Я с коляской уже вот в последний месяц проехать здесь не могла. Да вот на меня вчера упала. Да и что на вас не упала вчера? Вы что говорите-то? Вы свободно прошли туда-сюда. Юра, я вчера утром специально приезжала к родителям, привозила им продукты. Ты что, издеваешься? Вот, 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 вот. Вот это вот вы сами делаете. Ты что, не видел, что ли? Это вчера на меня упала. Ты посмотри, что валяется. Это вчера же на меня упала. Ты опять туда все убрал, Юра. А вот и сам кладовщик. Как он пояснил, здесь у него очень важные вещи. Что это вообще? Что это за вещи? Что вы здесь храните? Старые вещи. Зачем они вам? Ну, как понять, зачем старые вещи? У вас есть старые вещи? Отдеть в гараж, куда-нибудь еще. Почему они здесь хранятся? Я ищу гараж. В общественном пространстве. Я ищу гараж. Соседи говорят, что гараж он ищет с мая. Сам виновник происшествия, говорит на камеру, не изъявлял желания. Снимайте. Почему? Ты можешь не снимать. Дальше больше. В процессе съемок репортажа он внезапно перешел в атаку. Хватит меня снимать. Местный Плюшкин буквально набросился на нашу съемочную группу и родственниц соседки. Ваша покорная слуга откровенно получила по лицу. Хулиган скрылся в тамбуре. Откуда мы его не выпускали до приезда полиции. Оказывается, такое агрессивное поведение бывает у мужчины довольно часто. Но вы поймите, родители здесь живут, родители старенькие. Он вот так вот агрессивно себя поведет, он к ним в квартиру ворвется. Нам дальше-то что делать? Мы быстро не приедем. Наряд милиции как бы только вызывать. И то, если они успеют его вызвать. Вы видели, насколько он агрессивен и насколько просто реально становится страшно, когда он так себя ведет. Это взрослый, сильный мужчина. И когда он здесь, она ему всегда говорит, Юра, пожалуйста, будь добр, убери все. То есть она пытается с ним не ссориться. Сам же виновник происшествия отказался говорить, где он проживает и почему вход в его квартиру полностью завален мусором. У родственников пострадавшей есть свои мысли по этому поводу. Неоднократно видели, что он находится вот в этом оставшемся проеме. То есть он там либо прислонится, стоит. То есть мне кажется, что он здесь и остается. У него нет возможности пройти в свою квартиру, потому что она завалена уже этим хламом. И видели, что он на этом в коврике, у коврика там остается. Вообще это удивительно, потому что все-таки дверь открываем, порой мы с ним встречаемся глазами. Это не самое приятное в этой ситуации. И он гладко выбрит. То есть это какой-то диссонанс. В результате на этого, извините, Рязанского-Плюшкина нами написано заявление о побоях. Быть может, несколько обращений в полицию наконец дадут мирным гражданам право на жизнь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». От бытовых проблем к общегородским. К теплу в Рязани подключено уже больше 90% жилого фонда. В ближайшие дни отопление включат и в остальных домах. Об этом сообщают в городском управлении энергетики и ЖКХ. Здесь разъяснили порядок подключения домов и перерасчет уже выставленных квитанций за оплату теплоэнергии. Несмотря на дожди, в Рязани постепенно теплеет. В домах. 30 сентября, как известно, окончание 10-дневного срока подключения жилфонда, но тепловики обещают управиться быстрее. Хотя не все дома оказались готовы к началу сезона. В настоящее время подключены 1873 многоквартирных дома, что составляет 72% от общего количества многоквартирных домов, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения. Ну и, конечно, в некоторых случаях это не всегда идет гладко. Есть всевозможные причины в этом. Одна из них – это несвоевременная подготовка управляющими компаниями многоквартирных домов, так как у нас 143 паспорта готовности многоквартирных домов не были представлены. То есть не была проведена работа по подготовке многоквартирных домов, промывка, опрессовка и также их ремонт в случае необходимости. Проблемы с оперативностью сегодня у некоторых управляющих компаний в железнодорожном, Октябрьском и Советском районах. Впрочем, отсутствие паспорта готовности вовсе не черная метка. Дома их обслуживания все равно подключат. Просто одними из последних. 10 дней на запуск теплосетей срок оптимальный, уверяют сегодня в РМПТС. Раннее вхождение в сезон обеспечит максимальный комфорт жителям при наступлении настоящих холодов. Что же касается квитанции, то по ним, и это не обсуждается, будет произведен перерасчет. В зависимости от даты подключения. Так что волноваться вроде как не стоит. Ничего нового в этом нет. Эта ситуация у нас повторяется ежегодно. На дату начала топительного сезона, которая устанавливается постановлением администрации, мы делаем начисление по всем объектам. Далее, по мере подключения домов, мы, наши представители, совместно с управляющими организациями, составляют акты о фактической подаче тепла в конкретный дом. То есть эти акты составляются по каждому дому. И на дату фактической поставки тепла в этот дом, жителям этого дома делается перерасчет в обязательном порядке. Интересы жителей представляет управляющая организация. Они достаточно активно защищают интересы жителей. Мы совместно с ними в спорных моментах выясняем дату фактической поставки. Если не было режимов, значит эта дата сдвигается до вывода дома на необходимый режим гидравлический. И на эту дату делается перерасчет. Важный момент. Никаких заявлений никуда писать не нужно. Все произойдет в условно-автоматическом режиме. По цифрам с РМПТС отработает управляющая компания. И в следующей платежке в графе тепло можно уже будет увидеть минус. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В городе Новомичуринск Пронского района большая стройка. По программе капитального ремонта здесь обустраивают крыши и обновляют фасады пятиэтажек. Из серого превращают в желтый. На улице Смирягина в Новомичуринске большой аврал. Сразу нескольким домам меняют одежку. Из унылого серого эти дома превращаются в бело-желтые. Но это лишь видимая часть работ. По программе фонда капремонта здесь начисто перекладывают крышу, меняют инженерные сети. На языке специалистов это 26 конструктивных элементов. И что самое важное, все работы подрядчик ведет за свой счет. Ну или почти за свой. Подрядчику оплачивается аванс в размере 10%. Все остальные работы он выполняет исключительно за свой счет. Ну, для этого договором и предусмотрено, что подрядчик, во-первых, он должен быть в реестре квалифицированных подрядчиков. Только после этого он имеет право, допускается к электронному аукциону и может участвовать. Аккуратная табличка на доме номер 19 дает исчерпывающую информацию. Кто, когда и в какие сроки подрядчик обещает уложиться день в день. Участвовал порядка 10 домов, фасады, кровли, система водоснабжения, горячая и холодная. Мы выполнены, значит, закончены практически два фасада, две крыши. В работе еще три фасада и две крыши у нас, получается, незаконченные. Планируем в этом году все закончить. Ну, в течение месяца, я думаю. В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют более 500 домов, 1100 конструктивных элементов. О том, почему в этом году с подрядчиками фонд капремонта работает по новой схеме, куда конкретно идут деньги с платежек населения и можно ли приблизить дату капремонта своего дома, смотрите в программе «Городские встречи», которая скоро выйдет в эфире нашего телеканала. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские фонтаны начали готовить к зиме. Работы планируются завершить к концу октября. Сейчас проходят мероприятия по их укрытию от снега. Рязанские фонтаны готовят к зиме. Еще немного и каскадные украшения нашего города, что называется, законсервируют до весны. На зимний период объекты будут скрывать под специально предназначенными коробами для защиты от холода, которые в скором времени превратятся в элементы ночного освещения. Сотрудниками дирекции благоустройства города Рязани производят консервацию фонтанов. В данный момент это на Лыбинском бульваре. Перед консервацией мы его тщательно моем, снимаем форсунки, снимаем светодиодные фонари. Далее дальнейшие работы будут продолжены на площади Ленина, на Театральной и на Московском шоссе. Всего на балансе дирекции благоустройства города находится 8 фонтанов. На площадях Театральной, Победы и Соборной. По два фонтана у Цирка и на площади Ленина. Фонтан на Московском шоссе. К работам привлечены сотрудники участка комплексного обслуживания объектов благоустройства. Кстати, светомузыкальный фонтан на Московском шоссе уже отключен. В качестве причины ухудшения погодных условий. Ведь минусовая температура может сломать водное украшение. Обычные работы по подготовке фонтанов к зиме завершают к концу октября. Специалисты уверены, что оборудование прослужило долгие годы. И в сезон работы фонтанов функционировало без перебоев. Без консервации не обойтись. Герман Гущина, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С наступлением осени о важности соблюдения правил дорожного движения стоит напоминать не только водителям, но и пешеходам. Студентов и школьников на дороге становится все больше. И за юными участниками движения, как считают полицейские, нужен глаз да глаз. Перешел дорогу правильно, получил сладкий приз. А если всех тонкостей не знаешь, то о них напомнят юные инспекторы дорожного движения. Вот они, ребята из отряда ЮИД 7-й школы города Рязани. Сегодня они разъясняли правила самым юным участникам дорожного движения. Всем детям младшего школьного возраста, переходящим дорогу, согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу, юидовцы вручали памятки с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также сладкие презенты, полезные подарки. За лето, проведенные в оздоровительных лагерях или в деревне, легко забыть основные правила дорожного движения. Поэтому напоминать даже, казалось бы, такие элементарные вещи стараются не только педагоги на уроках, но и такие же ребята, ровесники этих самых школьников. Таким образом, педагоги и сотрудники госавтоинспекции хотели обратить внимание детей и взрослых, сопровождающих детей в школу, на необходимость соблюдения требований безопасности на дороге. Акция эта не новая, ее проводят регулярно. Да и в этом году единственной она не станет. Сотрудники госавтоинспекции будут ее продолжать. Тем более, что в этой акции они не одни. Им помогают преподаватели и юидовцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На туристической базе «Серебряные пруды» в эти выходные прошли 24-е областные соревнования «Школа безопасности», посвященные десятилетию детства в Российской Федерации. Мероприятие было организовано Министерством образования и молодежной политики нашего региона, а также МЧС России по Рязанской области. География охвата соревнований солидная. В различных испытаниях выступили 13 команд из районов нашей области. Это и полоса препятствий, и пожарные эстафеты, а самое главное – так называемая тропа выживания. Состязания проходили под чутким надзором судей соревнований и преподавателей ОБЖ. Главная цель – научить детей правильно себя вести в нестандартных, может быть, каких-то экстремальных ситуациях. Ну и вторая, скажем, задача соревнований – это дать определенные навыки спасения людей в каких-то техногенных, природных авариях. Справиться с прохождением каждого этапа школьникам оказалось непросто. Сказывалось волнение и временные ограничения. Ведь в реальных условиях дорога каждая секунда, и от оперативности спасателей зависит жизнь людей. Для имитации поисково-спасательных работ применяется специальный тренажер «Пионер», который, кстати, разработали специалисты областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. А работа школьных спасателей в исковом защитном комплекте вовсе стала отдельным видом программы. В данных соревнованиях у меня участвует младшая группа. Конечно, с ними меньше работы проводилось, но тем не менее они стараются. Пусть сегодня что-то там у них не получилось, я думаю, теперь на тренировках они уже будут более серьезно относиться к тем задачам, которые ставились перед ними. По словам организаторов, для участников соревнований это не только практика, но и возможность понять и почувствовать благодарную профессию спасателя. Возможно, что для многих из ребят она станет делом всей жизни. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии школьного телевидения «Марс ТВ». 25 сентября во дворце Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге прошел суперфинал юбилейного 10-го сезона международного конкурса «Живая классика». Звездное жюри выбрало трех финалистов из 11 участников со всех уголков мира. Среди счастливчиков оказалась рязанка София Сеченава. А вот победила ли она, расскажем в следующем сюжете. Да и пускай себе месит. А каких же вы учеников-то в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Вон они, тоже глину месит. Тут Марья Семеновна говорит Ванечке, приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс. На сцене питерского дворца рязанка София Сеченава. Вместе с актером Павлом Панковым они читают отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Совместное исполнение – это новинка 10 сезона международного конкурса юных счетцов «Живая классика». Это суперфинал, и он должен быть внезапный, и мы должны меняться, потому что конкурсу 10 лет. И если 10 лет конкурс проходит в одном и том же формате, из года в год все одинаково, все все знают, все предсказуемо, то это на самом деле такая стагнация, после которой наступает у проекта смерть. Проект может быть живым тогда, когда он вызывает эмоции. Эти эмоции могут быть разные. Это и любовь безграничная, и слезы, и недовольство, и только тогда это живое. Из 2,5 миллионов школьников со всего мира до суперфинала добрались только 11 человек. Притом есть ребята из Нидерландов, Америки и Италии. Мне показалось, что дети очень во многих моментах искренние, и действительно пытаются найти то, что их по-настоящему трогает и волнует в литературе. Действительно ребята брали такие куски, которые и взрослым актерам, и не всем под силу, знаете ли, прочитать должным образом. Потом уже члены жюри признали, что выставлять оценки было неимоверно сложно. Помогал и зал. Для этого специально на экран вывели шумомер овации. Впрочем, все участники без исключения признали, что даже с такой огромной поддержкой их, что называется, немного потряхивало. Несмотря на поддержку зала и зрителей, онлайн-трансляции победить у Софии не получилось. Однако девушка не расстроилась. Говорит, в следующем году попробует снова. С ребятами уже сдружилась, чувствовали себя не конкурентами, а друзьями. Поэтому и сами участники поддерживали и болели друг за друга. Финалистами стали Джорджио Гранди из Италии, Акулина Павлова из Твери и Милена Королева из Санкт-Петербурга. Это, конечно, была мечта. И, конечно, сложно было представить, что девочка из маленького, почти никому неизвестного городка. Что-то и что-то. А тут такой вот, то есть, жюри весомое. Это знаменитые люди, звезды просто. И они тебя оценивают. Ты понимаешь, что чего-то, но ты стоишь. Когда я выходила, у меня сердце просто бешено колотилось. Я не знаю, я думала, сейчас в обморок на сцене упаду. Конкурс «Живая классика» продолжается. Новый сезон стартует уже в ноябре этого года. Ознакомиться с правилами и подать заявку можно на сайте конкурса. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»